Самое старое кирпичное здание в Звенигороде Манеж был построен в 30-х годах 19 века. Соляные склады, собственно Манеж и казарма, театр, а после двузальный кинотеатр. За более чем вековую историю всего одна реконструкция в 1960-х годах. В 2003-м жизнь здесь и вовсе замерла. Годы небрежной эксплуатации и запустения свою роль сыграли. Спасти историческое здание, переданное Звенигородскому музею, могла только реставрация. Деньги на работы выделили в 2019 году. Были заложены полукруглые окна, которые сейчас в процессе реставрации открываются. Были растесаны, такие дверные проемы прямоугольные. В общем-то с ними тоже работает реставратор. Работы в историческом здании в разгаре. Позади демонтаж бетонных конструкций. Впереди самое главное – воссоздание уникального архитектурного облика, который постепенно был Манежем утрачен. Сейчас основной объем работы связан с вычинкой кирпича. Оказалось, что когда здание освободили от штукатурки, что кирпичная кладка, она в очень плохом состоянии находится. И это колоссальный был объем работы. Дети видят новый кирпич, новые вычинки. Вернуть объекту культурного наследия его исторический облик. Над этой задачей специалисты работают с прошлого года. Из-за пандемии коронавируса от графика немного отстали. Но, говорят, не критично. Наверстать упущенное успеют. Когда мы завершим здесь работу? Ноябрь. Ноябрь этого года. Будет все под ключ, сделано. Все под ключ, но единственная проблема с отоплением. Площадь здания – 1273 квадратных метра. Обеспечить его теплом непросто. Нужны дополнительные мощности. Действующая котельная и так перегружена. Для того, чтобы этот объект подключить, он достаточно большой по отапливаемой площади. Необходимо провести реконструкцию котельной и проложить дополнительные трубопроводы. На сегодняшний день эта работа оценивается. Эта работа нигде не заложена была. В проекте она не учтена. В инвест-программе ОУЗИСа ее тоже нет. Здесь вопрос, где найти дополнительно порядка 100 миллионов рублей. Очень важно к ноябрю месяц, когда будет объект готов, а это уже отопительный зимний сезон, чтобы мы коммуникации тоже привели в порядок. Понятно, что это дополнительные деньги, ресурсы. И, к сожалению, когда мы этот проект с вами запускали, никто не позаботился, так прямо скажем, из городских властей о коммуникации. Но сейчас нам нужно все догнать. Возможно, источники финансирования обсудят уже в следующий четверг на очередном выездном совещании в Звенигороде. Тогда же рассмотрят и временный вариант решения проблемы – установку электрокотлов.